СМОЛЕНСКИЙ СЛАВУТИЧ В следующий матч военные летчики выиграли с футбольным счетом 1-0. Только в третьем периоде отличился Артем Сурсов. Матча реванша у гостей не получилось. Хозяева льда навязали с первых секунд свою игру и уже в начале второго периода вели 2-0. Шайбы положили себе в копилку Руслан Шевцов и все тот же Артем Сурсов. Последний реализовал численное большинство, что редко было у хоккеистов ЦСКА ВВС в прошлом сезоне. С сегодняшним качеством игры не совсем доволен. Вчера важнее во многом была победа и именно в равной игре формируется характер команды. Поэтому на самом деле вчера здорово порадовали. А сегодня уже появилась некая расхлябенность, хотя мы не имеем никаких оснований для этого. И при счете 2-0 мы практически перестали играть. Играть так, как должны. Поэтому работа предстоит еще серьезная. Соловутич почувствовал, что летчики дали слабину и устремился в погоню. Но добраться ближе, чем на одну шайбу не удалось. Хотя они сделали две удачные попытки. Во втором периоде забивает Хорошев, а в третьем уже при счете 3-1 в пользу ЦСКА ВВС. Играя в большинстве и сняв галкипер с ворот, оформляют второй гол за полтора минуты до конца игры. Удача улыбнулась Ташкинову. На большее Соловутичу не хватило ни сил, ни эмоций, ни времени. Мы были не готовы к двум играм напряженным. Не нашлось лидера, не нашлось тех людей, которые провели за собой команду. Но сегодня я могу больше сказать, что у соперника было больше желание победить. Победу самарской команде принес Григорий Дикушкин. В середине третьего периода в своей зоне москвич отобрал шайбу соперника. И на контратаке сольно обыграв оборону Соловутича мастерски забросил шайбу. 3-1. Четвертая победа подряд у ЦСКА ВВС и первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Гриша вообще молодчик, конечно. Прошел, всех обыграл, бросил. Красавец. Он показал, что он может повести команду за собой. Каждый может взять на себя игру. Я думаю, что это видно. И защитники, и вратарь, и нападающие. Каждый отрабатывает по максимуму, старается принести пользу команде. Летчики неожиданно взлетели на вершину высшей лиги уже на старте сезона. К немому удивлению не только самарских болельщиков, но и особенно в Ростове, Тамбове и Саранске. Очередной соперник ЦСКА ВВС – действующий чемпион Ростов. Серия игры пройдет на выезде. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.